10 дней подряд я падал только на центр буткемпа, и сейчас расскажу вам, что изменилось. Вы спросите, почему именно центр? Все мы знаем, как порой приземлившись на любой спот, нам может не повезти с оружием, либо при приземлении противник просто поднимет его первым и отправит нас в лобби. Думаю, такие ситуации случались у каждого. Именно поэтому первостепенной для меня задачей было минимизировать этот самый рандом и найти спот, где мне будет комфортно играть. Я экспериментировал, падал на разные локации в этом квадрате и в итоге нашел для себя самое имбовое место. Вот эти кубы. В моей статистике в 8,5 игр там всегда есть оружие, и с такой же вероятностью туда особо никто не падает. В первые дни игра может не идти совсем, особенно если вы нечастый гость буткемпа. И тут дело зачастую вряд ли будет в том, как вы стреляете, какова с реакция. В первую очередь тут все зависит от того, как часто вы это делаете. У меня после перерыва мало что получалось. Я отвык от того, как нужно передвигаться на буткемпе, часто ошибался и иногда делал странные вещи. Но с каждым днем, если анализировать свои ошибки и думать, как бы в той или иной ситуации можно было отыграть по-другому, приходит понимание, и ты начинаешь уже делать многие вещи на автомате. И уже даже на таких игроков у тебя появляется чуйка. Это, кстати, отдельный вид искусства на буткемпе. Когда ты просто месяшься, вокруг тебя летают пули, ты крутишь склады, меняешь позиции, тут просто... К таким игрокам главное выработать иммунитет. Ну типа они есть и они будут. И как-то реагировать негативно на них смысла нет. Можно просто считать, что это как такие ловушки, разбросанные по всей карте, чтобы ты не расслаблялся. Иметь план на игру всегда важно. Вспомните, когда вы падаете на какой-либо спот, о чем вы думаете? Допустим, раньше я просто приземлялся, и моя главная задача была, ну, найти оружие. А там уже будет видно. Сейчас же, при приземлении, у меня практически всегда в голове есть несколько вариантов развития событий. Смотрите, я упал на кубы, нашел оружие, а дальше у меня есть три варианта, куда следовать дальше. В этот момент я просто слушаю. Приоритетом для меня является вот эта часть буткемпа. Если я слышу, допустим, что там никого нет, либо наоборот, там идет лютый файт, то просто врываюсь под шумок. Если же наоборот, я слышу, что там топает много людей, при этом они между собой не файтятся, значит, они, скорее всего, в одной команде. И в начале игры сбегать туда не очень целесообразно. Тогда я захожу в другой вход, либо чекаю через окно и иду туда. Если же вдруг с оружием не везет, и все места заняты, я обычно заложу через кубы на второй этаж. Причем не обязательно падать на эти кубы. Это лишь мой пример. Вы можете найти спот даже лучше, где вам будет отыгрывать намного удобнее. Просто суть в том, чтобы всегда иметь хотя бы начальный план, что вы сделаете, куда отступите, если не повезет с лутом и так далее. Спустя 10 дней игры, падая только на буткемп соло, играть становится намного проще. Начинаешь понимать тайминги, лучше читать соперников, находишь для себя лучшие позиции и так далее. Плюс, если у вас появляется волнение, когда вас рашит склад, со временем тут оно просто пропадет. Ибо когда ты постоянно файтишься, просто привыкаешь к этому. Раньше я считал, что буткемп это очень роддомное место, особенно центр, где происходит основная тусовка, и отчасти это так и есть. Ведь никто не исключает того, что тебя закроют в спину, либо ты не найдешь оружие. Но на самом деле, если иметь план и не бежать на рожон, надеясь их перестрелять, шансы на это можно сократить в разы. И со временем чувствовать себя намного свободнее и комфортнее. Итог прост. Все работает так же, как и в любом другом деле. То есть с каждым днем ты получаешь опыт и становишься лучше.